Зал арендован. Десять минут мы уже пересидели. И еще я ровно три секунды прошу вас зачитать обращение, которое вы, наверное, уже прочитали, и тем не менее, я прошу еще минуту внимания. В общем, Конгрессу, так же, как и правительству, у нас все уголовники, экология, помойки, свалки не интересуют. Пальше, пожалуйста. Прошу вас, пожалуйста. Итак, обращение. Адресовано всему правоохранительному блоку, председателю правительства. Обращение участников Конгресса местного соуправления. Мы, участники Конгресса местного соуправления, обращаемся к руководству правоохранительных органов России по многочисленным фактам нарушения прав граждан Московской области на местное соуправление. Насильственное упразднение в массовом порядке органов местного соуправления, муниципальных районов, сельских и городских поселений. Перерождение органов государственной власти Московской области в преступное сообщество. По нашему мнению, ликвидация базового уровня местной власти в плановом порядке производится в целях концентрации финансовых потоков в личных интересах узкой группы лиц высшего руководства региона, отъема муниципальных бюджетов и устранения контроля за расходованием средств со стороны депутатского корпуса. По публичному признанию министра экологии и бродопользования Московской области Александра Когана, теневой оборот только экономики мусорного бизнеса составляет 8-13 миллиардов рублей. Эксперты ОНФ постоянно вскрывают сомнительные контракты правительства Московской области на миллиарды рублей. Однако до настоящего времени ни один высокопоставленный чиновник правительству региона не придут в суду. Отсутствие должной оценки противоправного характера деятельности руководства правительства Московской области со стороны правоохранительных органов привели к эскалации протестных настроений в обществе. А массовое попрание прав граждан на местное соуправление вывело людей на улицы. Вызвало конфликт элит и потери управляемости территорий. Митинги протеста становятся нормой общественно-политической жизни, что с нашей точки зрения недопустимо, а в канун избирательной кампании по выборам президента России преступно. Мы настаиваем на создании межведомственной правительственной комиссии по проверке множественных фактов перерождения, вырождения органов государственной власти Московской области в преступное сообщество. На время расследования требуем введения в Московской области внешнего управления. Коллеги, за данную резолюцию я прошу проголосовать. Кто за? Николай Майлович, за странение органов внешнего управления. Внешнего имеется в виду не из региона. Евгений, я уважаю мнение еще раз каждого. Я всем предлагал принять участие в написании вот этого документа. Всем до сегодняшнего дня. Сейчас он зачитан, и я прошу проголосовать абсолютно демократически. Кто за? Единогласно. Кто воздержался? Нет, кто воздержался. Кто проголосовал против? Я не вижу ни одной руки. Итак, Конгресс прессового самоуправления единогласно проголосовал за довольно резонансную резолюцию. Я благодарю всех, кто сумел доработать сегодняшние 4 часа до завершения, до принятия итогового документа. Спасибо всем, кто сегодня приехал. И все координаты есть. Все реквизиты и телефон мой, наверное, у каждого. Ко мне, пожалуйста, я сейчас дам визит. Есть куда обращаться. Созданная общественная организация, Гражданский форум местного управления. Юридическое, правовое, политическое сопровождение. Приедем на любые публичные слушания, дадим все разъяснения правовые, которые здесь не прозвучали. Нет такой реформы, которая сегодня происходит, и быть ее не может. Это антиконституционный переворот. Спасибо, коллеги. Спасибо. До новых встреч. Спасибо.